МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Впервые бело-синий-красный флаг был поднят на русском военном корабле еще в 1668 году, во времена царствования Алексея Михайловича. А вернулся триколор 22 августа 1991 года. Мы отлично знаем, как выглядит один из важных символов государства, но вряд ли задумывались, как именно его делают. По одной из версий, изготовление самого первого флага можно отнести к 3200 году до нашей эры. Первый флаг – это было что-то, что выделяло того, кто шел впереди, а за ним должны идти его племя, группа, воины, все за ним. Вот так появился предмет. Сначала он выглядел в виде, наверное, птицы, в виде какого-нибудь черепа, неважно. А уже потом римляне – виксель-люк. Виксель-люк. Виксель-люк – это четырех, наверное, все-таки прямоугольный кусочек материи на поперечной планке. И вот с ним они стали идти в бой, вести за собой воинов. А затем эта идея перекочевала в Китай. Там сто лет до нашей эры они уже изготавливали шелк и прикрепили к древку. Он развивался, на нем можно что-то было нарисовать. А после флаг начал свой обратный путь в Европу. Проверить достоверность этой теории мы не можем. А вот узнать тонкостью производства современного аналога – вполне. Дизайн флаг начинается с задумки. Чтобы нам воплотить эту задумку в жизнь, нам требуются некоторые инструменты. Это компьютерные программы и, соответственно, сэмплы. И, конечно, желание заказчика. Вот только не всегда следует полагаться на свое чувство прекрасного. Необходимо учитывать и современные реалии. Например, если мы будем рассматривать флаг начала 90-х годов, он был голубой. То есть голубая полоса была голубой, а не синей. Как мы привыкли, белый, синий, красный. Это был белый, голубой, красный. Чтобы обеспечить точную цветопередачу, на производстве используют систему ЦМИ, при которой из четырех оттенков – голубого, пурпурного, желтого и черного – собирают любой необходимый. Давайте начнем вот с этого синего. Да, я вам могу сказать, стандартный цвет флага РФ – это вот этот вот цвет. Не попало. Да. Я определилась, беру стандартный вариант. Да, вы берете стандартный. И вы рисуете мне макет. Да, да, да. То есть вы записываете нам… Я вот выбрала цвет, значит, белый, естественно, белый – это цвет ткани. Синий я хочу вот такой. Вы пишите, какой состав вы выбрали. То есть сопоставляете. Или, например, красный. Да, я вот хочу какой-то красный. Вот мы сейчас отлистаем здесь. Найдем здесь красный. Вот мне красный – это нравится. Да, это вы прям попали. Попало? Это прям самый-самый стандартный цвет. Вы мне прописываете цвета, либо менеджеру прописываете цвета. Вот. И мы их уже ставим в макет, присылаем вам превью, визуализацию. Но вы его делаете. Конечно. Да, мы его делаем. Посмотрим, да? Можно посмотреть. Когда с цветами определились, их подставляют в макет, чтобы понять, насколько хорошо они выглядят вместе. Но тот макет, который видим мы с вами, он как бы не совсем настоящий. Ведь чтобы получить флаг размер в размер, необходимо учитывать множество деталей. То превью, которое мы присылаем заказчику, обычно оно без добавления на обшив. Когда мы уже понимаем, какая будет у флага обработка, будет ли там карман, будет ли там стропа, люверсы, еще что-то. То есть то, что он хочет. Где этот флаг будет стоять, висеть, лежать, где он будет, в общем, мы уже понимаем, насколько нужно добавлять. Люверсы и стропы только звучит непонятно. На самом деле это обычные крепления. Самое стандартное – боковой карман шириной 4,5 сантиметра. Люверсы мы часто видим дома на шторах. Петли или стропы вшивают в верхнюю и нижнюю часть карманов, а завязки размещают сбоку. Теперь остается только провести тест печать, проконтролировать результат, и отдел дизайна может быть свободен. Наступает очередь печатного цеха. Мастер заходит на общий сервер, ищет номер заказа, выгружает себе на компьютер нужные макеты и запускает печать. Как именно – попробуем разобраться. Так, чтобы начать печатать, первым делом нам надо подмотать бумагу на тубус. Подмотать? Да. Я могу это попробовать сделать, или это очень сложное? Да, можете, вам надо взять тубус. Тубус. Сейчас узнаем, быть мне печатником или не быть мне печатником, или оставаться журналистом. И прижать, да, с другой стороны. Она не едет? Ой, нет, едет. И закрутить. Да, и закручиваем. Не, ну ладно, может, не совсем безнадежно. Все, теперь подтягиваем бумагу вниз, можно смелее. Да, 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 туда внутрь, чтобы не рвалась. Да, и можно чуть-чуть подкрутить. Ну вот. Чуть-чуть, да. Я думала, прямо идеально, и все. Чтобы она ровнее была. Вот так? Да, 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 все. Теперь опускайте рычаг, да, нам надо ее зафиксировать. Так. Теперь надо сделать замер бумаги. Программа должна понять, какая ширина бумаги у нас. Хорошо, здесь? Да. А сейчас принтер замерит бумагу. Можно мне не работать, пусть он работает. Все, принтер готов к печати. Можно печатать? Да. Наш флаг супер, давайте. Третий этап – перенос изображения на ткань. Но сначала определиться с материалом. Вот это, например, шелк флажный, на котором мы флаги печатаем. Это флажная сетка, на которой мы тоже флаги печатаем. А чем отличаются? Ну, это более прочий материал. Там, где ветровые нагрузки выше, она… На вид вообще нет. Более стойкая. Ага. Она такая прям прозрачная, но более стойкая, да? Потому что ветер через нее продувается и меньше сопротивления. Так. А есть какая-нибудь вообще еще необычная? Ну, необычная, вот если здесь повыше мы возьмем, есть еще атлас, так называемый, который делают как односторонние, так и двухсторонние флаги, знамена. Знамена, наверное, да. Что нужно клиенту, на том материале мы и делаем. Он отправляется в коллайдер. Каландер. 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 Он отправляется в каландер, и сюда же приходит вот печать из предыдущего цеха, бумага. Да, приходит бумага из предыдущего цеха печатного, где на печатном плоттере мы напечатали на бумагу, в зеркальном отображении, берут бумагу и материал и прогоняют через каландер. Ну, как это происходит, мы можем сейчас увидеть. Ой, прямо наш уже там флаг? О, отлично, давайте посмотрим. Каландер переносит изображение методом сублимации. Такая печать требует высоких температур, а иначе не весь пигмент перейдет на ткань, и финальный цвет будет отличаться от того, что мы видели на макете. Стандартная рабочая температура каландера – 205 градусов. Ну все, это уже флаг? Нет, это пока подкладочный материал. Можно потрогать? Да, конечно, да. Я не оборачиваю. Он холодный, не обожжутишь. Да ладно, ты оборачиваю. Это пока только подкладка. Бумага с изображением и материал еще не заправлены. Их надо заправить, и после этого мы увидим изображение с другой стороны каландера. С этой стороны мы его не увидим. Ну, я думаю, это мне не стоит делать самой, да, наверное? Не стоит рисковать. Давайте профессионалу доверим. Да, это сложный процесс, требует неких навыков. Точно. Все лишнее впитывает подложка, а красивый готовый флаг автоматически наматывается на тубус. Теперь он готов к транспортировке на следующий участок. Вот он, наш напечатанный флаг. Мы на раскроенном участке. Да. Сейчас я попробую раскроить. Ох. Что мне надо? Мне надо вот так. У меня нет права на ошибку. У меня нет, у меня есть права. Ну, как здорово. Ну, я так понимаю, что вот есть швейный цех, да, чтобы вот это поправить. Не очень я идеальный раскрощик. Даже не представляете, насколько это далеко от идеала. Ну, вот. Покажи мой раскроенный флаг. Осталось только сшить, и он будет готов. Да? Мы на финишной прямой. Швейный цех самый яркий на всем производстве. И хотя здесь работают только люди, в скорости они совсем не уступают печатным машинам. За рабочий день одна швея может сделать до 150 флагов. Работают только женщины? Работают только женщины. Но могут и мужчины. А вы знаете такие примеры? Есть, у нас есть второй цех, где работает мужчина. Швеей. И у кого лучше получается? Да по-разному бывает. Какие-то изделия у него, какие-то у женщин. Все зависит от навыков, квалификации. Здесь предпочитают большие заказы. Ведь тогда в течение смены можно не переставлять нитки. Соответственно, и время на этом не потеряют. А его на производстве очень ценят. Все, мой флаг готов. Спасибо большое. Пожалуйста. Но пока вы ходили по нашим участкам, мы сделали вам небольшой подарок. Пока я думала, что мы со съемочной группой следим за одним проектом под ключ, своей параллельной жизнью жил второй. Какая красота. Ну да, это вам сюрприз. Вот тебе точно спасибо. Каждому флагу свое предназначение. Один символизирует государство, другой отмечает финиш спортсмена на соревнованиях. А мой сегодняшний подарок поможет мне поддержать любимую футбольную команду телеканала «Меха». До новых встреч! До свидания! До свидания! До свидания! КОНЕЦ